В 16.30 самолет вылетел из международного аэропорта Одесса. Весь полет проходил в принципе нормально, но когда мы начали снижаться при подлете в город Донецк, мы почувствовали сильное ускорение и самолет начал окоренить влево, после чего уже через несколько минут произошло непонятное то ли столкновение, то ли непонятно что. То есть самолет распорола, благодаря тому, что самолет распорола, мы смогли выбраться из самолета до возгорания. После произошло возгорание, благо подоспели службы МЧС и смогли локализовать в ближайшее скором времени пожар, который возник после возгорания. Далее мы увидели только перевернутый самолет. По всей видимости, есть жертвы, потому что вещи, которые у нас остались в самолете, нам достать не удалось. После локализации пожара удалось пробраться, когда еще не было большого количества представителей МЧС в самолет. Были люди зажаты в сиденьях самолета, то есть самолет полностью перевернуло верх ногами, по большому счету, произошел надлом кресел. То есть именно за счет трещины, которая образовалась в самолете при падении, нам удалось выбраться из самолета до его возгорания. Большинство пассажиров на сегодняшний, на данный момент получили многочисленные увечья. Это гематомы, это переломы рук. Есть также неприятный момент. Милиция нас не выпускала из аэропорта. Прибыли для оказания первой медицинской помощи представители скорой помощи. И после этого уже начали людей развозить по больницам. Некоторых даже повозили в реанимацию. Нам проводили опрос, надо ли нам жилье в Донецке. Мы отказались, в принципе, больше мне добавить нечего. Это просто кошмар, надо разбираться с произошедшей ситуацией. Потому что по предварительным данному самолете во время осуществления посадки в аэропорту Донецка отказал двигатель. Именно во время посадки. Именно во время посадки. Самолет распорол. Самолет распорол. То есть именно благодаря тому, что самолет распорол, мне соседние пассажиры помогли отцепить ремень. У меня в самолете остались все вещи. Я очень надеюсь, что мародерства, как это принято в нашей стране, не будет. Потому что хочется получить свои, не только мне, наверное, вещи назад. Вещи остались все в самолете. Понятно, что каждый думал о спасении своей жизни. То есть благодаря, спасибо тем людям, которые помогли нам отцепиться от ремней безопасности. Потому что их, в принципе, тоже заклинило. Самолет распоролся. Именно в эту щель нам удалось сбежать до возгорания самолета. Он не то, что разломился, а просто был надлом. Надлом небольшой, через который мы смогли выбраться из самолета. А кто вам помогал выбираться? Люди, которые сидели за нами. Это места 8А, 8Б. То есть спасибо этим людям, которые помогли нам выбраться. Потому что ремень реально заклинил. Меня зовут Олег Ашека. А с кем вы летели? Я летел со своими друзьями. В командировку? Нет, мы на сегодняшний матч Шахтер Донецк-Баруся-Дортмунд летели. Все поедуты. Неприятные у нас об этом впечатления останутся. Рейс регулярный был или чартерный? Рейс был чартерный. Именно на матче? Южная авиалиния Одесса. И у нас под матч, да? Да. Извините, пожалуйста, что я вас еще раз заставлю переживать. Это эмоции еще раз, пожалуйста. Что произошло? Как это было? В 16.30 самолетом 24 южных авиалиний совершил вылет из международного аэропорта Одессы. По направлению в город Донецк не было никаких проблем с самолетом. Но при посадке, когда уже была объявлена посадка, самолет начал идти на посадку. Скорость была большая, что было удивительно. После этого самолет начал окренить влево. После чего произошло то ли столкновение, то есть это поймите правильно, я не могу объяснить, что произошло на самом деле. Самолет начал окренить влево. Произошло столкновение с землей, после чего самолет был распорола. Благодаря этому мы смогли выбраться наружу и выбраться из самолета до возгорания его. Расскажите, пожалуйста, с какой высоты он плюхнулся? На самом деле, наверное, высота не столь значительная была, потому что мы как такового удара не почувствовали. То ли это шок, то ли... Во всяком случае, я считаю, что высота небольшая была. Самолет уже шел на снижение, но не долетел до взлетно-посадочной полосы. Была паника в самолете? Не было. Как таковой паники не было, потому что никто не понял, что произошло на самом деле. То есть все было настолько внезапно, что мы стандартно шли на посадку. Все чувствовали, даже находясь в самолете, что мы идем на посадку. После чего произошло уже непосредственно столкновение. То есть самолет сжало, в принципе, как консервную банку. После чего его перевернуло вверх ногами и распорол. А скажите, как вы добрались уже непосредственно до... Изначально мы выбрались из самолета благодаря трещине, которая образовалась в самолете. То есть спасибо людям, которые отстегнули наши ремни безопасности. После этого мы отошли от самолета на максимально безопасное расстояние до его возгорания. Хочется отметить, что оперативно сработала МЧС, которое смогло локализовать пожар в самом его начальной стадии. Но, насколько я знаю, по предварительной информации избежать жертв не удалось. Потому что, когда я возвращался в самолет после прибытия и тушения пожара, для того, чтобы забрать свои вещи, я видел людей, которые были зажаты просто между креслами. То есть, грубо говоря, самолет перевернуло верх ногами, и, естественно, вот этот ряд кресел был тоже перевернут. Скажите, пожалуйста, о погибших, по вашему мнению, сколько? На данный момент известно о двух погибших. О двух погибших. А у вас трудавших много говорят о четырех? Честно говоря, они готовы вам предоставить. Единственное, что могу сказать, что нас просто отсюда не выпускали, то есть до выяснения. А многим людям, естественно, необходима была не только первая помощь, но и госпитализация. Скажите, пожалуйста, а проблемы возникли в воздухе или при касании с землей? Нет, проблем в воздухе не было никаких. То есть, это была стандартная ситуация. Мы не первый раз летаем этими авиалиниями. Именно сама проблема произошла уже непосредственно при посадке. То есть при касании, да? Нет, не при касании, мы не коснулись. То есть, мы даже не долетели до взлетно-посадочной полосы. То есть, все-таки проблемы в воздухе начались? Проблемы в воздухе начались. А сюда вы как? Автобусом перевозили? Значит, мы были где-то в поле, который уже туда подъехал автобус. И когда уже помимо МЧС прибыли наряды милиции, то есть, нас попросили оттуда удалиться и направляться в направление автобуса, который прибыл для того, чтобы нас забрать. В автобусе, по предварительным данным, было 24 человека. Насколько мне известно, из 35, которые находились на борту данного самолета. Еще раз, пожалуйста, представьте, скажите. Олег, как у вас с вами личность? Олег ОШК.